Продолжение следует... Ах, мы еще ни разу не записывали этим способом. Хорошо. Ну вот. Зато разрешение больше подходит для экрана, я правильно понимаю? Значит, у нас сегодня планируется практическая составляющая того бла-бла, которое было на прошлой лекции. Потому что на прошлой лекции я не смог воспользоваться компьютером, а на этот раз воспользуюсь. Напоминаю, что у нас вообще двойная цель. Вот. С одной стороны, наша задача начать знакомиться с процессом индивидуальной разработки, когда идет речь о... Это наша группа ВКшечки, все присоединяйтесь. Помните? А, этот разговор был не на этой лекции. Значит, смотрите. У нас появилась группа ВКонташке. Она совокупная по всем лекциям. Я не стал разделять ассемблер и питончик. Вот. Мы поговорили. Поскольку с ассемблером там ситуация такая, что... Ну, не с ассемблером, с архитектурой ВМ. Ситуация такая, что довольно много практики уезжает с лекции на самостоятельную работу. И я решил, что для поддержки этого безобразия надо завести какой-то канальчик, где мы можем потрепаться, там, обсудить домашку, если у кого еще не получается. Вот это все. Вот. Но, в принципе, я так думаю, что любые вопросы, связанные с лекцией и вообще нашей тематикой, можно обсуждать там. Вот. Так что в приступе мании величия я в качестве обложки поставил свою собственную фотографию. Так что вот. Прошу любить и жаловать. Сейчас там членов не так уж много, но присоединяйтесь. В любом случае, это один из достаточно эффективных способов задать мне вопрос более или менее в онлайне. Да? Не ищется? Не ищется? За какого у меня есть? Вообще-то оно есть на... Я могу и здесь, кстати, опубликовать. Ссылка есть на сайте архитектуры. Вот она. Вот. Но, в принципе, да. В принципе, я забыл. Просто ее надо было втащить еще и сюда. Хорошо. Значит, я пытался составлять план сегодняшней лекции, но поскольку занятие вполне себе практическое, то план будет по принципу как пойдет. Вот. За, может быть, одним исключением... Сейчас я посмотрю, за каким. Упс. Это мне надо будет добавить сейчас. Ну, кстати, 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 это немножко имеет отношение... Да что ж такое-то? Проснись и поет называется. Немножко имеет отношение к тому, чем мы будем... То есть это имеет прямое отношение к тому, чем мы будем сейчас заниматься. Вот. Ну, правда, не сегодня, видимо. Так. Что ж ты будешь делать? Во. О. Отлично. Значит, как раз я воспользовался ровно тем инструментом, о котором у нас сегодня будет достаточно активный разговор. Возможно, в конце лекции мы до этого дойдем. Если кто еще не в теме. На самом деле, я так думаю, некоторые здесь присутствующих вообще уже пользовались гитом в качестве инструмента разработки. Помахайте руками, кто пользовался. Ху-ху! Почти половина. Ну, или даже больше. Ну, и отлично. Это значит, что... На самом деле, это значит, что вам придется немножко потерпеть. Вот. Потому что это, ну, может оказаться скучновато для вас. Но делать нечего. Придется терпеть. Давайте мы вернемся к нашим баранам. Итак, что я хочу сделать. Я хочу помочь себе в разработке некоторого приложения. Разумеется, это все будет очень игрушечное, этот наш сегодняшний разговор. Равно как и, прошу заметить, вообще все наши лекции, они будут иметь характер слегка игрушечный. Почему? Потому что на самом деле в реальной жизни все происходит не так гладко, как будет у нас с вами. И главное, не в таких объемах. Вот. Потому что настоящий козер, он, ну, козер. Да, если вы исправляете, делаете какое-то, какое-то реальное исправление, оно вряд ли будет состоять, как у нас сегодня, из трех строчек. Вот. Но, может быть, где-нибудь ближе к середине мы посмотрим, посмотрим какой-нибудь реальный процесс разработки. Вот. Из тех, что мне понравится, как это вообще устроено. Но наша задача именно пока что играть в игрушечки, то есть осваивать инструмент, как он есть. Ну, так вот. Напоминаю, что для того, чтобы, ну, что инструмент нужен для того, чтобы помогать себе в разработке. Инструмент нужен для того, чтобы сохранять историю. Вот. Инструмент нужен для того, чтобы иметь какое-то отношение к... Ох ты, зараза. Теперь я понял, что тут не работает. Сейчас. На этом мониторе битый экранчик. Вот. Он настолько битый, что иногда... Во. Вернулось. Что иногда при попытке до него дотронуться, что он ездит. Хорошо. Так вот. Помочь себе в работе, помочь сохранить историю, понять, что происходило при разработке. И, пожалуй, это главное. Эта тема нам еще встретится, когда мы будем говорить про документирование. Создать информационное пространство вокруг исходного кода, в котором бы было написано, было указано, что, собственно, происходило. Есть такой текст, я думаю, мы его попробуем процитировать, когда будем говорить про документацию, который называется «Настоящие программисты не используют Паскаль». Очень древний текст. Вот. Там, в частности, есть крылатая фраза, что настоящие программисты не пишут комментариев, потому что текст программы очевиден сам по себе. Так вот это неправда. Вернее, не так. Это, конечно, правда в том смысле, что программируя особенно на Питоне, мы должны стремиться к тому, чтобы текст программы говорил сам за себя. Но текст программы очень хорош, чтобы описать, как вы делаете вычисления. Относительно неплохо для того, чтобы дать понять, что именно вы делаете, что это за вычисление. Хотя здесь уже нужны какие-то документации, какие-то комментарии. И отвратителен, когда вы пытаетесь объяснить кому-то, зачем все это сделано. Потому что вот этих смыслов, их никогда не видно в тексте программы. То же самое относится к процессу разработки, даже в большей степени. Какие изменения внесены в исходный текст и зачем, очень трудно узнать по внешнему виду исходного текста, особенно если у вас нет предыдущей версии. Если уж у вас есть предыдущая версия, если вы можете посмотреть различия, вы, конечно, можете догадаться, что произошло и зачем. Но на самом деле лучше облегчить себе жизнь и написать, что произошло и зачем, и почему этот текст изменился таким образом. Для того, чтобы начать работать с любым, любой системой контроля версии, мы должны, грубо говоря, завести в ее рамках какой-нибудь проект. Есть системы контроля версии, которые предполагают какое-то единое хранилище с проектами внутри него. Кажется, так устроен Меркуриум. А есть такие системы, в которых одно хранилище, один проект. Понятное дело, что вы можете использовать, помните, мы говорили в прошлый раз, механизм бранча, механизм веток для того, чтобы ввести там какие-то различные проекты. Но все равно общая идея именно такая. То есть хранилище – это хранилище какой-то разработки едим. Вот мы его сейчас создадим, какое-нибудь хранилище. Назовем его, назовем его example. Напоминаю, что с точки зрения идеологии системы Git, инструмента, который мы будем использовать, который называется Git, локальное хранилище исходного кода, оно же является хранилищем в общем смысле репозиторием. Единственная разница между теми файлами и теми объектами, которые лежат у вас в файловой системе, и тем, что будет лежать у вас опубликованное, единственная разница состоит в том, что в опубликованной версии формат, более удобный для обмена данными, если туда заглянуть, там будут все кишки наружу, то есть такой вот, сами объекты, которые хранит Git, там будут лежать. А в локальной копии у вас структура более пригодная и удобная для работы программиста. То есть вы видите, вы видите локальную копию, сейчас это покажу, да, а само хранилище запихано в специальный каталог. Для того, чтобы все это проинициализировать, нужно вызвать командущику Git init. Она говорит, что у нас пустой репозиторий. Я иногда вместо слова хранилище буду сбиваться и говорю слово репозиторий, потому что это англицизм такой, и это такой же организм. Видимо, так тоже можно. Вот. При этом у нас завелся каталог .git в текущем каталоге, и это и есть, собственно, наше хранилище. Если туда заглянуть, там будет видна его структура. Вот. Пока что мы туда лазить не будем, будем пользоваться этим как пользователя. Возможно, в этом семестре мы даже и не доберемся до ситуации заглянуть в Git хранилище и посмотреть, из чего оно состоит. А может и доберемся, не знаю. Если сказать командущику git status, то нам не покажет ничего. Точнее, не так. Он скажет, что ветка по умолчанию называется мастер. Когда вы создаете хранилище, у вас уже есть понятие ветка. Помните, что такое ветка? Я говорил на прошлой лекции. Ветка – это как бы снимок всех объектов в их текущем состоянии. Амлад, соврал, не текущем. В их каком-то состоянии. Вот. Для каждой ветки прослеживается история перетекания одних объектов в другие. И с каждым коммитом, соответственно, ветка изменяется. И вот ее состояние на время какого-то коммита, да, и можно пронаблюдать, переходя по этой самой истории. Так вот, понятное дело, что при таком определении никакое хранилище не бывает вообще без веток. Ну, на самом деле, конечно, бывает, но эта ситуация неудобная, да, для программиста ненужная. Вот. Ни одного коммита еще не было. Вот. И дополнительно нам гид сообщает, что никаких новых объектов тоже нет. Это была команда гид статуса. Ну вот, давайте мы на время это пустое хранилище оставим, запустим питончик и напишем очень простенькую команду с использованием как раз того самого графического интерфейса, простейшего, как я уже сказал, то есть одного из самых таких ранних в истории, вот, который называется ТК. Для этого надо проимпортировать библиотечку, которая называется ТК-Интер. Вот. Напоминаю, что в третьем питончике ее переименовали, раньше там первые две буквы были большие. Вот. Кстати, я неправильно сделал. Почему-то считается правильным нарушать заповеди Гвида и писать вот так. Вот. ТК-Интер тут было написано. Я, наверное, from. О, нет, так писать не надо, а вот так писать надо. Вот. Я тоже, наверное, так сделаю, хотя вы должны понимать, что Гвид не зря эту заповедь завещал, потому что, смотрите, что получилось после такой операции. У нас namespace засорился всеми именами, которые определены в ТК-Интер. Их, в общем, не очень много, но достаточно. Что хуже всего, там есть константы, ну, например, x. Вот, неожиданные. Крайне неожиданные. Ну, ладно. Поэтому, ну, понимаете, да, вы выполнили, как вы думали, невинную операцию, у вас на имспейсе завелся x-большое. В общем, это не самое ожидаемое. Поэтому, может быть, имело бы смысл сделать не так, как в документации по ТК-Интеру, а немножко по-другому, проимпортировать его с каким-нибудь простейшим именем, но для простоты не будем это выделывать. Для простоты сделано, как в документации. Я показывал в первый день, как устроена документация по ТК соответствующей, нет? Нет? Сейчас покажу. Она смешная. Так, это, кажется, нет, это не оно. это я, сейчас, секунду. Вот она. Сейчас мы зайдем в тьюториал. Вот. Всем, кстати, рекомендую эту штуку. Она хороша тем, что, тьюториал, вот он, он хорош тем, что, он достаточно большой, там довольно много, он пробегается по всем виджетам, которые есть. Вот. И у него есть раздел практика, case study, где ребята берут и конкретно исправляют ошибки в системе разработки программ питомских, которые называются idle. Просто тупо исправляют в ней ошибки. Прямо на, которые были на время написания этого текста. Возможно, они до сих пор есть, потому что они исправляют ее с помощью перехода от тулкита, который называется TK просто, на тулкит, который называется TTK или ThinTK, вот из этого раздела. Вот. Нормально видно, кстати? Вот я чуть погромче сделаю. Вот. Вот из этого раздела. Дело в том, что TK действительно довольно стар, там он не все умеет, а TTK более новый, хотя он и есть оболочка вокруг TK. И вот там некоторые баги, которые висят на idle, они решаются только таким способом, что мы переходим на новый виджет. Ну, как новый, слегка модернизированный. Вот. Поэтому учебник по разработке GUI, в котором в качестве упражнения предлагается пофиксить реальные баги в реальном приложении, это очень хороший учебник. В остальном, это самый обычный тренировочный учебник, то есть здесь просто рассказывается про все виджеты. Мы, кстати, будем сегодня разбирать пример отсюда. Главная фишка этой штуки состоит вот в чем. Смотрите, вот мы берем какой-нибудь виджет лейбл, смотрим документацию по нему, вот так выглядит лейбл, а вот так выглядит код, который, ну, внимание, это код на языке программирования TCL. А, вот есть на питоне. А мы можем взять и здесь вот справа переключить и сказать покажи мне, пожалуйста, только на питоне примеры. У нас будет пример только на питоне. Такие дела. Ну вот, так вот мы, значит, возвращаемся к нашему прерыванию. Обработали прерывание по изучению сайта документации TK, называется TK-DOMS, и вернулись к предыдущему прерыванию. А именно, давайте попробуем написать свою первую программу. Первая программа будет выглядеть так. Мы TK уже вызвали, значит, надо завести окошечко. Как же он называется? Root что-нибудь? А, вот так вот. Нет. Сейчас, секунду. Я подгляжу в вашу шпаргалочку. Прошу прощения. Шпаргалочка прямо здесь у нас лежит. Root. А, просто TK, я тормоз. Простите. Все было проще. Обратите внимание, что что при этом произошло. когда я просто говорю вот такую штуку, да, вызываю, вызываю вот этот самый виджет, запускается на самом деле целое окно, в котором ничего нет. Размером по умолчанию. Мы, наверное, можем с этим окном что-нибудь поделать. Давайте, как его так вот повесим, чтобы его было видно в углу. Вот. Мы, наверное, можем с этим окном что-нибудь поделать. Ну, не знаю, там, сайт поменять. Непонятно. А может быть и не можем. По крайней мере, сейчас мы... Что-что? Правильно. Правильно. Спасибо. Да. Вот. Видите, у него даже размера нет никакого. Вот. Я сейчас скажу, в чем дело. Если, значит, кто подобно мне, как бы, так сказать, не каждый день занимается непрерывной разработкой графического интерфейса, а видит это дело время от времени, для того вот эта концепция, что мы уже создали окно, а у него еще никаких параметров нету, в смысле мы у него не набили никаким полезным содержанием, и поэтому размеры 0 на 0, да, эта концепция немножко странная. Но, тем не менее, так оно и есть. Мне кажется, что даже если мы сейчас будем что-нибудь изменять здесь, ну, например, вот... Да. А, изменять нельзя. Вот. то так просто дело не исправишь. Да? Размер этого окна, наверное, можно изменить, если мы сделаем вот так вот. Но здесь там все равно будет отвечать, я думаю, что 0. Видите? Вот. Почему так? Потому что мы только зарегистрировали окно. Мы еще ничего не сказали о его содержимом, и, соответственно, наш виджетсет, наша ТК говорит, ваше окно пустое, там ничего нету. Вот. Но, тем не менее, вот у нас есть окно. Кстати, обратите внимание, что... Ну, сейчас этого не видно. На самом деле это окно ничего не обрабатывает, там ничего не происходит. Мы можем, например, туда что-нибудь положить, ну, не знаю, как у нас в шпаргалке написано, какой-нибудь лейбл. Да, вот, например. Лейбл, дальше окошко, и дальше вот что-то такое. Можем туда что-нибудь положить. И от этого, как ни странно, ничего не изменится, мы ничего не увидим. Вот, смотрите. Только оно не mainframe называется, а root, да, мы сказали. Ну, и текст какой-нибудь разумный туда положим. Менее разумный, точнее. Дэнс. Смотрите. Ничего не произошло. Я не вижу никакого лейбла. Я вообще ничего не вижу. С этим окном что-то не так. Вот. Обратите внимание также на вот эту штуку. Нам создался объект типа лейбл, этот объект нам вернулся, он существует, мы его положили внутрь, обязательно при создании объекта, мы говорим, внутрь какого объекта нашего, нашего виджетсета мы его кладем. Вот. Но не запомнили. Это мы плохо сделали, потому что теперь я не знаю, какого теории получить оттуда. Ну, да ладно. Все равно это первая программа. Что-то здесь не так. Вот. Что мы не сделали? И тут мы немедленно подступаем к второму очень важному моменту, когда вы занимаетесь разработкой графического интерфейса, что фактически графический интерфейс это одна из самых известных ситуаций, где вам нужно фактически программировать в парадигме событийного программирования. Вот. Если вспомнить классический труд Николая Николаевича Непееводы, который так называется, парадигм программирования, то там событийное программирование, прям отдельная парадигма, для которой, кажется, не существует приличного языка программирования вообще. Вот. Значит, что такое событийное программирование? Это ситуация, когда у вас много объектов, но не в смысле объектного моделирования пространства, а в смысле самостоятельно действующих единиц, у каждого из которых есть своя собственная программа, свои собственные способы взаимодействия с внешним миром, вот. И внешний мир насылает на эти ваши объекты некоторые события, которые, события, они должны, они должны на них как-то реагировать в соответствии с этой самой своей собственной программой. Вот. Кроме того, они должны как-то друг с другом взаимодействовать, присылать друг другу события и так дальше, и так дальше. То есть вместо линейной программы в событийном программировании мы имеем дело с пачкой, пачкой, пачкой программ, которые непонятно, каким образом друг с другом вообще, говоря, синхронизуются. Вот. Заниматься этим в полной мере мы не будем точно. Это очень интересное занятие. Если кто-то знает язык программирования или хотя бы синтаксическую поддержку в каком-нибудь из языков программирования такой штуки, мне бы было очень интересно это узнать. Вот. Но в большинстве случаев событийное программирование моделируется с помощью обычного программирования процедурного. И моделируется она следующим образом. У нас появляется такая штука, которая называется main loop, главный цикл. Главный цикл это такой бесконечный цикл, в котором вы пишете код, явно говорите, ну-ка подавай мне, исполняющая система, все события, которые произошли с того момента, как я в прошлый раз заходил в этот цикл. Вам исполняющая система подает эти события. Вы, эти события обычно приезжают как объекты соответствующего языка программирования или как события, эксепшены, ну короче, что-то асинхронное, что есть в вашем языке программирования, либо так, либо эдак. И соответственно вы их приезжающие обрабатываете. Если мы говорим про классические процедурные языки программирования, там нет понятия событий как такового, значит вам просто приезжает объект, вы этот объект жуете. Потом следующий объект, вы этот объект жуете. Или сразу пачка объектов, если за время ваше отсутствие событий было много. То есть в местной ситуации, когда у вас много разных объектов, которые по непонятным или не вполне заранее заданным законам обрабатывают все, что происходит с внешней средой, в случае моделирования процедурным языком программирования событийного подхода, у вас есть один большой цикл, в котором все эти события происходят, и они представляются в видеобъект. Это первое, что у вас происходит. И второе, на каждое из этих событий должен быть какой-то метод прицепить обработчик. Значит, событие такое-то, обработчик такой-то. У меня была идея про это тоже поговорить, поговорить про такую библиотечку, которая называется P-Game, где этот главный цикл сдается в явном виде. Но, к сожалению, времени у нас мало, поэтому мы сделаем еще один шаг и скажем, что этот main loop, этот основной цикл, в системе ТК просто есть. И вот это окошко будет дохлым, ничего не делать, ни на что не реагировать, ничего не показывать, не перерисовываться, кстати сказать, до тех пор, пока мы не запустим этот самый main loop. Вот он, main loop. Что-то я все равно не вижу нашего лейбла на нем никакого. Вот. Давайте мы его тогда так сделаем. Кстати, мы еще одну, еще одну сеточку заведем. Эй, 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 у тебя тут control. Тихо. Тихо. На что я нажал? Мама, я нажал, оно все повисло. Ладно. Я не понял, что там случилось. О, понятно. Значит, давайте мы заведем все-таки объектик. А, у нас... Смотрите, у нас закрылось окошко корневое, ничего мы не сможем уже завести. Ну, давайте-то еще раз его заведем тогда. Вот мы завели снова тк-шный объектик. У нас опять запустилась приложенница. Вот мы ему положили туда объектик. Вот мы сказали ему... Запустили... А, не, main loop сейчас рано еще. А теперь мы должны сказать, а где он там находится. Ну, например, вот так. О! Ну вот. А вот теперь можно запустить уже main loop, чтобы все запроисходило. Обратите внимание на то, что после того, как мы разместили нашу надпись в нашем объекте, этот самый tk, наконец, понял, что там что-то есть. Эх, жалко, надо было остановиться. Окошко по умолчанию обрело такой же размер, как наш объектик. Вот. Ну, правда, размер его все равно меняется. Давайте проведем эксперимент. Дубль 3. Создаем окошечко. Запихиваем туда объектик. Нет, сейчас создаем объектик. Запихиваем его туда. И смотрим, что там с размером у нас. О! Обратите внимание, что размер какой-то чудодейственный. Один на один. Как вы думаете, что это? Это один объект по вертикали и один объект по горизонтали. Вот что это такое. Нам tk говорит, у вас планировщик объектов, который находится в окошке вашего приложения, состоит из одного виджета. Вот эта вот решеточка состоит из одного виджета. Видите слово grid? Решетка. И этот виджет находится в левом верхнем углу. Его положение 1.1. Такие дела. К этому мы еще вернемся. А пока что давайте запишем это вот здесь. А, я кнопочку F нажму вместо кнопочки control. Так. Значит, чем будем пользоваться? Каким редактором? Ага. Значит, маленькое замечание относительно тех редакторов, которые я буду использовать на лекции, и тем, чем вы будете пользоваться дома, когда будете решать домашние задания. Значит, скорее всего, для скорости я буду пользоваться редактором Vim, потому что это для меня наиболее родной. Если для вас Vim не наиболее родной, и у вас нет желания его освоить, прям вот специально, в принципе, я, конечно, рекомендую, потому что он, ну, пользование Vim для написания программ на языке программирования, который вам известен, да, и методы объектов, когда вы знаете, какие у них функции. Пользование Vim очень убыстряет работу. Но, например, написание программ на Java в Vim не очень удобно, потому что программист на Java привык, что когда он, скажем, вызывает метод, приезжает волшебный подсказыватель, который говорит, что у этого метода 18 параметров, 18 разных типов. И даже как они называются. В Vim такая штука есть, но ее надо отдельно настраивать. И вообще Vim — это отдельная штука. Поэтому, несмотря на то, что я пользуюсь на лекциях Vim, вы можете пользоваться, разумеется, Idle. Вот. Это прям вот наш замечательный Idle. Помнится, я в прошлый раз включил темный фон и светлые буквы. Так, кажется, удобнее было, нет? Ну, давайте попробуем, и если будет плохо видно, скажите, я сделаю темный фон. Чем вот так вот. Окей. Тут где-то, где-то должно быть... Где-то должна быть... Во. Шмяк. Шмяк. Окей. Не очень темный и ничего. О, достаточно темный. Ну вот. Хорошо. Почему точка C? Чушь какая-то. Извините. Вот. Стало сразу гораздо хуже видно, правда? Черт. Что будем делать? Не будем походу настаивать? Давайте вот что мы сделаем. Мы сейчас выберем то, что нам видно более-менее, а я попробую настроить... Так. Так лучше видно или тоже плохо? Лучше. Ага. Разницы не вижу. Вот. А я попробую дома настроить, чтобы тексты были самые яркие. Ваня. А, или, слушайте, или мы сейчас попробуем найти цветовую схему для Вима, которая будет более подходящей. Давайте сначала так. А, только не C, а точка P, конечно. Ну... Это мы удаляем. А будем точкой P, да? О! Ну, хорошо. Так. Это нам смотреть необязательно. Это комментарий. 3. Нет, на самом деле даже не так. Yenf. Поэтому 3. Вот. А здесь будем писать им. Все равно темно, да? Нет. Какая-то была яркая колор-схема. Мы сейчас... О! Все равно плохо видно. Зараза. Окей. Тогда, значит, мы пока останавливаемся на белый, а я тогда дом настрою так, чтобы было... Чтобы было... Чтобы было... Ну, яркие цвета были. Значит, что мы там делаем? Мы говорим, что... tkinter... Initer... Initer... Где мой буквой N? As... Ну, что? Да нет, давайте... Давайте пока, как у этих, да? From tkinter... Import звездочка. Значит, root равняется tk. Да? Что мы туда положили? Допустим, button... Button... Куда? Кладется она в корень. В смысле в окно наше. Текст у нас будет... Скажем, button... Пока так. Теперь мы ее должны туда запозиционировать. Bat.grid... Точка grid... В никуда. И main loop. По-моему, так. Давайте посмотрим в подсказку, но кажется, я ничего не ошибся. А, root main loop, естественно. В остальном все правильно. Где мы? Где мы? Где мы? Где мы? Вот они, root main loop. Так. А, ну, можно прямо так запустить, да? В пять. О! О, видите, она еще и нажимается, потому что я кнопочку туда посадил. Правда, ничего не происходит. Вот наша первая программа, которая ничего не делает. Рисует кнопку. Вот. Где там наш код? Вот. Да? Значит, я создал кнопку, положил ее на окошечко и запустил вот этот main loop. Кстати сказать, если я его не запущу, давайте посмотрим, что произойдет. Давайте посмотрим, что произойдет, если я main loop не запущу. А все то же самое. На удивление. Ну, ладно. Все равно так правильно. Вот. Значит, и вот здесь настала пора. Вот здесь настала пора. Я запустил его в бэкграунде, чтобы, значит, не мешал. У нас появился новый файл. На старом настала пора первый раз его закоммитить. Что мы сделали? Мы написали программу, которая работает. Работает так, как мы хотим. Ничего не делает. Об этом нужно сообщить в коммите. Мы говорим. Сначала мы говорим, надо добавить в список тех файлов, которые будут помещены в коммит, тот файл, который мы только что написали. Или нет? Давайте посмотрим сначала статус. Статус нам говорит следующее. Что мы ничего еще не закоммитили. Что у нас есть файл, за которым, вообще говоря, мы не следим. Вот он. Untracked файл. Это значит, что сейчас гид не будет его воспринимать как то, что требует сохранения истории. Мусор какой. Мы должны этот файл специально добавить в список тех, которые... Ох, похоже, у меня тут настройки неправильные. Ну-ка, сейчас я... Если там неправильные настройки, сейчас я вас обманул. Git add example.py. Нет, все нормально. Настройки не испортились. Очень хорошо. Что я сейчас сделал? Я добавил файл example.py в список отслеживаемых гитом. Видите разницу? Здесь он говорит, что этот файл был неотслеживаемый. Он трекет. И даже нам советовал добавить его. Мы его добавили. И теперь он говорит, что это отслеживаемый файл, что в нем произошли какие-то изменения в этом отслеживаемом файле. Вот. Сразу скажу, он появился как лунчик. Я родился. Вот. и настал по-разному коммитить. Команда git commit запускает редактор. В моем случае это редактор Vim. Если вы работаете с Linux-системой, вы можете просто переопределить переменную editor или переменную visual. И ваш любимый редактор запускать. Большинство систем разработки типа NetBeans-ов, Eclipse-ов и прочих, 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 как они там называются, Pucharмов, а также Vingode, вот. Они поддерживают систему контроля версии и сами все это делают. Проблема с этими IDE-шками состоит в том, что вы не увидите команды gita, которыми они пользуются, и для вас это будет немножко такое, ну, чудодейственное мероприятие. Вот. Так что я рекомендую пользоваться, даже если вы пользуетесь какими-то большими средствами разработки типа того же NetBeans-а, ну, или чего-то такого, я на первых порах рекомендую все gita-овые команды запускать руками. иначе магия, как была магией, так и останется. Значит, нам запущен редактор. Обратите внимание на то, что все фиолетовое, это на самом деле просто комментарии. вот, вот, так виднее, так виднее. смотрите, в этих комментариях написано, что здесь вам надо ввести коммент-месседж, а вот это все, что вы тут написали, все, что после хэшика, после, ну, в этой вот самой, решеточки, это все вообще комментарии, которые пропадут, они не войдут в коммент-месседж. Вот. Это для вас комментарий. Гид говорит, вот, оформляйте коммит-месседж следующим образом. Он вам подсказывает, что вы находитесь, вы редактируете сейчас ветку мастер, то есть, вот, та текущая рабочая копия файлов, с которыми вы работаете, принадлежит ветке мастер. Вот. Что это первый коммит в списке initial. Вот. И что у вас есть вот такие изменения, которые вы произвели с вашим репозиторием, а именно у вас есть новый файл под названием example.p. Все остальное, что вы сейчас впишите, это ваше личное, ваше личное решение. Правила оформления коммит-месседжа примерно такие. Сначала идет однострочник, такое короткое описание. Что вы сделали? Описание проделанной работы, однострочное, короткое. Ну, допустим, ух, какой цвет. Кто-нибудь что-нибудь видит? О! Кстати, подходящая ковар-схемка. Так вот тут sample domain. Первая строчка это однострочник. А дальше вы можете по, в общем-то, неспецифицированным правилам списывать многострочное описание всех тех действий, которые вы проделали для лишения данной задачи. В данном случае их нету, и поэтому можно оставить однострочник. Когда пойдет реальная разработка, то есть там одна строка пропускается, и остальные все строчки, которые... Ну, давайте впишем все-таки. вот. Значит, дисциплин оформления commit-месседжей, вот особенно в дескриптивной части, не в заголовочной. Довольно много. Вот сейчас я, например, написал некое сочинение на тему. Вот. Хорошо это или нет, я не знаю. Вот. Знаю только, что нормально люди так не делают. Нормально люди делают как? Если у вас большой commit, и вы внесли несколько изменений в несколько файлов, вы последовательно описываете, что именно и зачем вы сделали в каждом из этих файлов. Напоминаю, что commit нужен тогда, когда вы из одного работающего или условно работающего состояния вашего кода получаете другое условно работающее состояние вашего кода. Хотелось бы, чтобы деградаций внутри коммита не было. То есть, когда вы что-то коммитите, ваша программа работает или собирается, или выглядит не хуже, чем в прошлый раз. Вот. Но в данном случае, видите, я написал некое сочинение на тему. Такая дисциплина тоже есть, особенно initial commit, начальный commit, когда надо просто описать, что это такое. Все, мы сохраним этот файл. Обратите внимание, что он называется вот так, сейчас она его удалит. И у нас произошел коммит, о чем гид нам честно сообщает, что мы изменили один файл. Ну и там что-то какого он типа, это отдельная тема. Давайте посмотрим на гид-статус. Гид-статус говорит... Громче, пожалуйста, не слышно вас. Громче. Смотрите, я уже говорил, что на наших лекциях разговаривать можно и даже нужно, потому что если у вас возникла мысль умная, то грех ее не поделиться. Но надо делать это очень громко, во-первых, для того, чтобы услышал я и ваши товарищи, а во-вторых, на самом деле вот эта штука все равно не запишет, и я должен ее повторить. Если же вас посвятила такая мысль, которой делиться не хочется, ну, тогда зачем? Так что ни в коем случае я не против того, чтобы оно теперь пожелтело, зараза. Про то, чтобы велись разговоры. Короче говоря, видите нам, что статус говорит? Все в порядке, вы ваше репозиторий, ваше хранилище синхронизовали, вы все туда записали, можно почитать лог. Да что это такое? Это было слово лог. И вот в нашем логе есть единственный пока комит, в котором написано довольно много, кстати, чего. В нем написан автор, сейчас покажу, откуда это взялось, в нем написано время, и вот этот наш комит-месседж. Кроме того, в нем написан комит-айди, так называемый, и это просто md5-сумма, достаточно большая, чтобы все комиты ваши в вашей программе имели свой собственный уникальный комит-айди. Как вы понимаете, довольно сложно подобрать объект, у которого бы хэш-сумма совпала бы вот с этой. Кроме того, здесь есть еще вот такая волшебная штука, которая говорит, что ветка мастер, и что это так называемый head, то есть из тех состояний вашего репозитория, в котором находилась ветка мастер, это последнее текущее, как бы последнее состояние, это голова, это та штука, которая соответствует, в данный момент соответствует вашей рабочей копии. Нет, наиболее свежей, да, последняя, как бы, головная часть вот этой истории. Сейчас мы сделаем еще один комит, мы все увидим. Ну что, я предлагаю продолжить нашу разработку. Вот, был это, был комит. Вернемся к нашему тексту и скажем вот что. Кнопка наша ничего не делает, а надо, чтобы она что-то делала. Напоминаю, что, когда мы вот здесь, вот давайте, я сейчас напишем вот такой пример, да. Внимание, вопрос, когда выполнится вот эта функция print.cucu? Когда закроем окно? Да, мне тоже так кажется, давайте проверим это. Никакого print.cucu? Вот, вот я закрыл окно, и оно напечаталось. то есть, когда мы, собственно, занимаемся событийным программированием, вернее, его моделированием на процедурном языке, мы вот этот момент, собственно, запускаем всю приложение. Она начинает работать только сейчас. Вот. все, что мы пишем после этого, происходит после того, как приложение закончит свою работу. Конкретно в случае тк, мы закроем то окно, которое открывается, когда мы его создаем. так что нет, как-то по-другому она должна работать с нашей программой, если мы хотим, чтобы она выводила, делала print.cucu, когда мы нажимаем на кнопочку. Помните, что я говорил, что в настоящем событийном программировании мы к каждому объекту приписываем какую-то программу, которая как-то обрабатывает события с ним происходящие? В случае моделирования этого mainloop мы в этом mainloop все разбираем, но здесь, как в практически любом виджет-сете, сделал еще один шаг вперед, причем даже два шага. Шаг первый. Mainloop в тк устроен таким образом, что он разбирает те события, которые пришли, смотрит к какому виджету они предназначены, это довольно легко узнать по положению мышки, например. Если у нас две кнопки, то если вижу полампочки, опять все желтое. Это довольно легко узнать по положению мышки, например, или по тому, куда указывает фокус. Вот есть такое чисто синтетическое понятие фокус, мы про него поговорим потом, если будет интересно, потому что это, в общем, довольно очевидная штука. Соответственно, Mainloop уже так написан за нас, мы код Mainloop не видим, что любое событие распределяется по тем виджетам, по тем объектам, которые мы насовали в наше окошко и передается на обработку именно этому виджету. Далее. Событий на самом деле много разных. Бывают события потеря фокуса, появление фокуса, нажатие клавиш на клавиатуре, клик мышки, потеря видимости, появление видимости, например, если вы хотите что-то перерисовать. Всякие бывают события. Но, например, у виджета под названием Button одно событие главное. Это событие на меня нажали. Некое событие активизации. И это второй шаг. Шаг первый состоит в том, чтобы раскидать события по виджетам, а шаг второй состоит в том, чтобы выделить из этих событий те, которые для виджетов наиболее актуальны, и простым образом дать программисту способ привязать обработчик этого события к факту его появления в нашей системе. Эти обработчики называются, кажется, в одной из терминологий коллбеки или обратного вызова функций. идея обратного вызова состоит в том, что не вы вызываете эту функцию. А кто в нашей программе? Кнопка. Правильно. Таким образом, мы должны к этой кнопке это событие привязать. Это можно сделать двумя способами. Можно сделать это прямо тут. Сейчас давайте в питончик запустим, потому что потому что я хочу питончик. Я хочу питончик. Вот у нас окошечко. Вот у нас сейчас поищем кнопочку. А, мы кнопочку не создавали. Ну, хорошо. Давайте тогда создадим здесь. Да, вот у нас создадим мы кнопочку. Бутон. Р большой. Так. Пока у нас ничего не видно. Мы сейчас ее должны еще туда приклеить. b.grid приклеили. И теперь b.bin о чем мы туда должны забиндить? Какую-то функцию. Ну, давайте тогда так сделаем. dev fn b от звездочка args. Посмотрим, какие мы параметры передавали. И здесь напишем print просто args вот эта наша кнопочка «Не пропадай». И теперь давайте забиндим ее b.bind fnb. Кажется, этого достаточно. Шмяк. А, mainlook. r.mainlook. Ну, че, я не вижу, чтобы она забиндилась. Че, я сделал не так? Ладно. Почитаем help. Извините. Так. А, функ надо было сказать. Черт. Для тормоз, тормоз, тормоз. Смотрите, у метода bing три параметра. Первый параметр sequence это к каким событиям привязывается. Второй параметр функция, а третий параметр это дополнительный обработчик или вместо предыдущего. Ну, чего, исправляем ошибку. Значит, создаем окошечко, крепим туда кнопочку. Сейчас прилепляем ее. Ой. Не то было. Где она там? Вот, прилепляем кнопочку. А забиндить мы должны, где тут был бинт, функ. Функ равняется fnb. Во! Это какой-то идентификатор исполняющей системы ТК, вот такой сильный. Мне неинтересно. Какой-то идентификатор, пускай будет. И вот теперь можно ему сказать mainloop. да что ж такое? Может, там надо еще какой-нибудь... Что-то я не то сделал опять. Ладно, давайте сначала сделаем тогда по-человечески, а потом вернемся к этому бинду. Короче говоря, здесь это просят делать. Здесь надо сказать, что-то типа action равняется чему-то там, да, comment равняется, да, вот он. Здесь это просто сделать. Здесь надо сказать command равняется, ну, допустим, fnb наша, там. Что там написал? Может, я ошибся? Да нет, все вроде нормально. Ладно, сейчас проверим. Так, и fnb этот надо определить где-нибудь вот тут, да. dev fnb звездочка args print куку запятая args. Давайте проверим сначала вот это, а потом посмотрим, в чем я был неправ, когда бинзил. Так, ну, во-первых, видим, что нам кнопочки передается пустой параметр, что никаких аргументов ей не передается, никаких операндов. Вот, но зато она вот исправно пишет куку. Теперь, значит, что мы сделали не так с биндом? Давайте посмотрим в документации. Тут есть лоу бинд? Да не бинд. Ага. Видимо, мы должны были написать, написать, какое событие вот здесь вот первым параметром передать событие, которое мы хотим забиндить. Но return это значит забиндить. И это root просто биндится. Идея стоит в том, что если мы нажимаем где-нибудь на return, поскольку у нас этот return нигде не прибинден, его хватает root, и где бы мы на поверхности приложения не нажали return, вызывается эта функция calculate. Нет, нет, нет. Я думаю, что нужно какое-то событие описать. Давайте почитаем документацию. я думаю, что все будет хорошо у нас с вами. О, нарвались на какой-то русскоязычный видеть, да? Бат на один русским языком. Ну, в смысле английским. Давайте проверим, где наш питончик. На что именно забиндилось, на что именно забиндилось что? Прям вот так вот? Дрыщ. А, мы уже окошко закрыли. Дубль три. открыли окошко. Создали кнопочку. Приклеили ее. Пока ничего не происходит, понятно, нельзя. да? Да что ж такое? Или там слово бат на один было? А, в кавычках. А нет ли какой-нибудь константы? Ну, так прям вот... Сейчас, секундочку. Может, есть константы как-нибудь, бат на один? Что-нибудь вот такое? Нет. Ого. А, ну да, это сам класс. Ну, ладно, значит, тогда вот так. Последняя попытка, я думаю, нам все удастся. Извините. Так, значит, создали фигню, создали кнопочку, приклеили ее, и прибинзили. Обратите внимание на одну неприятную вещь, которая нас будет преследовать все время. Так, сейчас не должно работать. О, работает, смотрите. Работает. Обратите внимание на одну неприятную вещь, которая нас будет преследовать все время программирования именно на ТК. Мы выдали ей ошибочное описание объекта вот здесь. никто даже не поморщился. Ну, приехала какая-то чешуя, но она и тут приехала. Просто такого события под именем Batten1 без угловых скобочек никогда не приедет к этой кнопке. Вот. Это недостаток программирования именно на ТК. Если вы будете программировать на более сложных виджетсетах типа ГТК или КУТ, там с этим все попроще. Вот. Как с этим бороться, я пока не знаю, но в данный момент это не так страшно, да, когда у нас кнопка одна, мы всегда можем посмотреть документацию. А вот когда у нас их будет больше, ну подумаем. Обратите внимание, что к нам приезжают какие-то параметры. нам приезжает собственная ButtonPress Event вот в нашем вот этом обработчике. Где он тут? Вот здесь вот. В качестве параметров приезжает ButtonPress Event. Красивая такая штука. Его можно распасить. Например, мы можем узнать, в какое конкретно место на экране мы кликнули мышкой. Видите? Ну шикарно. Ой, тут их две целых. Окей, вернемся к нашему коду. Тут зодочка надо было написать. Вот так. Вот. Вот два способа. Значит, первый способ это прибиндить или перебиндить, если это вручную. Вот таким вот образом. Второй способ задать эту функцию прямо в коде. Вот. С помощью функции Command. Вот эта самая функция Command вот здесь вот. Она избавляет нас от необходимости вспоминать, как называлось то событие главное. к которому мы хотели прибиндить, я вижу, фиолетовый фон опять. Жесть. Вот. Как называлось то главное событие, к которому мы хотели прибиндить конкретно кнопочку. Вот, мне кажется, сейчас все заработает. Чмок, чмок. Нет, не заработало, что было не так. Смотрите-ка. Видите разницу? Комменты не совсем бинд. Да? Давайте проверим. Давайте два варианта закоммитим. Значит, вот этот вариант с использованием command. Сейчас мы отсюда выйдем. Смотрите, что нам говорит git-статус. Git-статус нам говорит, что мы сейчас изменили файл под названием example.p Вот. Что хотите делать? Значит, у нас есть сохраненный объект, у нас есть рабочая копия файловой системы с измененной версией, и мы можем сейчас поступить двояха. Мы можем вернуть старый вариант, а именно сказать сделай как было, убери изменения. Для этого нам сказать git-чекаут и имя файла, ну, точнее, еще минус-минус, чтобы такой синтаксис. Либо мы можем этот файл добавить, как в прошлый раз, сказать так, это все хорошее изменение, пожалуйста, считай, что мы эти изменения добавили в список. Мы можем также воспользоваться сокращенным вариантом, ну, в следующий раз воспользуемся сокращенным. Сначала скажем git-add. Обратите внимание, что при этом изменилось. У нас вот этот файл example.py теперь вошел в списки, которые пойдут в commit. Если раньше изменения были, но они были not staged, то есть мы не собирались их как бы вносить в commit, то после слов git-add файл вошел в список, который мы сейчас будем коммитить. Ну, и опять же, git-коммит. Он нас спрашивает, что делать. Мы говорим, ну, например, add button-click action command. Вот это commit-месседж. длинный писать не будем. Что говорит git-status? Все хорошо, вы опять закоммитили все, что нужно в вашей репозитории. Что говорит git-log? Git-log говорит, что у вас есть теперь два коммита. Вот этот commit initial и вот этот commit, в котором вы что-то добавили. Вот. Давайте проверим мою гипотезу, что если мы делаем не вот так вот, а вот так вот, то сюда будут приезжать события, которые мы обрабатываем. что там было? Клик или button-1, да? И, собственно, этот самый FNB. О! Это правда. Итак, когда мы задаем в ТК через обработчик через command равняется что-то, это такой очищенный от события обработчик, да? Это ситуация, когда программисту не надо заморачиваться, что наша функция, которая вызывается, когда мы нажимаем на кнопочку, принимает еще какие-то странные параметры, а их там один на самом деле, ивент. Вот. Если вы хотите их обрабатывать, пишите обработчик сами, вот такой. Если не хотите, если вы хотите просто по нажати кнопки делать что-то и не заморачиваться, что за событие там произошло, да? Зачем вам знать координат? Вот. Пишите command равняется, и вам приедет колдбэк, у которого в параметрах не будет этого события. И то, и то, и такой use case бывает нужно, и сякой use case бывает. Вот. Кстати сказать, я сильно подозреваю, что num x и y это поля вот этого самого button press ивента. Ну, сначала давайте закоммитим изменения. Вот. Мы закоммитим изменения более простым способом, как она нам советует вот здесь вот где-то. Во. Смотрите, что нам сейчас говорить дет-статус. Дет-статус как обы... Вообще говоря, да, но мне почему-то не хочется сегодня делать две ветки. Слишком незначительные изменения, да? Можно. Можно сделать так. Ну, давайте. У нас есть время еще. У нас есть еще время. Давайте сделаем ветки. Спасибо за это самое заинкновение. Просто это будет изготовление веток без причины. Ну, пускай будет. Значит, ну, давайте для начала закоммитим, а ветку потом сделаем. Во-первых, сделаем git-статус, который будет говорить нам все то же самое. Мы вы изменили файл example.py. Кстати, можно сказать git-div, который покажет, как мы собственно его изменили. Обратите внимание на синтаксис файла, который напоминает, если кто-то видел, помните, мы говорили про патчи в прошлый раз, напоминает внешний вид патча, вот отсюда вот досюда, это прямо патч. Более того, я вам скажу, если утилити патч скормить вот этот текст, она отлично наложится, ну, только нужно ключик минус п-1 сказать, а-экземпл п-б-экземпл п-гид вставляет два воображаемых каталога а и б в качестве примера того, что на что мы заменили. Ну, типа, был а-каталог, и в нем лежал файл example.py, в котором была вот эта строчка. И был б-каталог, в котором лежал файл example.py, в котором вместо этой строчки появились две вот этих. Вот здесь описание, какие собственно строчки заменили. С не включая седьмую. Заменили на шестой по восьмую. Все так. Минус означает, что мы удалили что-то, плюс означает, что мы добавили. Ну, вот так выглядит git div. Вот. И теперь мы вместо того, чтобы говорить сначала git add, а потом git commit, последуем совету и сделаем вот так вот. Минус а, давайте я прям сразу продам. Git commit минус минус help нам покажет man-страничку по нашему git commit конкретно. Вот. Вот минус а от слова all закоммитит нам все, что с точки зрения git уже автоматически staged, автоматически добавляется в список commit. автоматически добавляется в список commit файлы, которые уже были в рабочей копии отмечены как принадлежащие хранилища и которые изменены или удалены, например. То есть добавленные файлы не добавляются автоматически в commit. А измененные файлы добавляются. Ну, например. Вот мы создали файл с каким-то трэшом. Да? Вот у нас есть два файла. Один из них modified, другой из них от racket недобавленный. этот not staged, этот вообще untracked. Если мы сейчас добавим этот файл, то он будет staged. Если мы сейчас добавим вот этот файл, он тоже будет staged. А если мы сейчас скажем git commit минус а, как нам советуют, то верхний файл закоммитится, а нижний нет. Напишем, что мы сейчас сделали. переключились на схему callback с помощью метода .bind. Вот. Обратите внимание на комментарии, что вот эти, а этот find trackit, то есть вот это будет закоммичено, а это как валялось мусором, так и валяется. Да? В комментариях нам написано, что произойдет сейчас в коммите. и правда. Ну, кстати, вам команды, как удалить все файлы, которые считаются не staged, не принадлежащими рабочей копии. Git clean. А, вот это неправильная настройка, извините. Это надо убрать. не здесь. А где? Что, по умолчанию она отказывается это, извиняюсь? Сейчас, ладно, тогда вот про это надо тоже сказать, но это будет чуть позже. А почему он мне... Ну, хорошо, ладно, господи. Тогда минус F сказать. Минус F, минус F. Вот. Видите, он что, ругается? Я говорю, очисть. А он говорит, слушайте, вы не задали дисциплину очистки архива? Вот. И интерактив, но он, как я понимаю, а F force. То есть, он говорит так, вот здесь я скажу git clean минус F, он без разговоров сотрет все файлы, которые считает не попавшими в дерево и стало быть трешами. Вот. git clean минус F. Мне казалось, это моя личная настройка, но я ее не нашел. Посмотрим в следующий раз, вдруг она все-таки моя личная. Не важно. Важно, что git clean, теперь нас чисто стер этот файл, все хорошо. вот наш лог, в нем теперь три коммита уже. Вот. Мы заканчиваем. Хорошо. Не будем делать сегодня ветку хорошо, я чуть-чуть про tkinter поговорю, а про ветку мы тогда поговорим в следующий раз. Значит, смотрите, какая штука. Собственно, что я хочу дальше? дальше я хочу, ну, например, добавить еще кнопочку. Давайте мы здесь упростим задачу, скажем, что-то типа command равняется, равняется, что там, root.quit. Вот. Такая у нас, такая у нас конструкция будет при нажатии на кнопочки просто закрывать вот это окошечко, тем самым заканчивать работу программы. Нет. А почему? Возможно, я не прав. Да, значит, это особенность idle, который, значит, для знатоков Python. Почему у нас не произошло, не произошло, вот смотрите, вот я запускаю программу из командной строки, все хорошо, вот я запускаю программу из idle, что не так? Кто, кто может объяснить явление? Что? Вы хотите сказать, что... Нет, там все интереснее. там все интереснее, хотя вы близки к истине. Значит, на самом деле Python, когда мы программируем в idle, запускается не вот так, он запускается вот так вот. Помните, что это такое? Это выполнить сценарий, а когда он закончится, остаться в интерактивном режиме, чтобы поотлаживать те объекты, которые после него остались. Вот он этот эффект. Вот это наше окошко, где оно тут, root, например. Вот. Дестройка. Лук завершился, Python не закончился, мы остались в интерактивном режиме, а кошка болтается, ничего не делает. Потому что мы нажали, потому что выполнил сквит, вот по этой причине. Вот. Понимаете? То есть, если бы мы, когда мы запускаем программу просто, просто, просто вот отсюда, да, то все хорошо, ну, в смысле, хорошо. Мы нажали на кнопочку, мой loop, как бы, вызвался root.quit, мой loop завершился, все хорошо. Когда мы запускаем программу в интерактивном, и остаемся в интерактивном режиме, а именно так делает idle, то, вот так, то мы нажали на кнопочку, мой loop завершился, но вот это окошко не подистроилось, потому что оно, как было, так и осталось. Как это сделать, как его закрывать, в следующий раз узнаем. Ага, я сегодня хочу, уже не успеваю. Не успеваю. Хорошо, хорошо, про геометрию тогда поговорим в следующий раз, а давайте сейчас тогда добьем этот вопрос, как закрыть окно после его закрытия. Интересно, мне знать. В стоковерфлоп прям, вау. Ой, нет, это плохой ресурс. Это очень плохой ресурс. Это, даже я закрою его сразу. Такой ресурс, это робот, переводящий стоковерфлоп всякие другие штуки. Это жуть. С ружьем. Ммм, сейлфрут дестрой. Я был прав. Кнопочка дестрой. Ну-ка, давайте попробуем. Не кнопочка, а метр. Да, yes. Ну вот как. Оказалось, все просто. Значит, надо вписать сюда еще только не р, root. root.deстрой. Проверить, что он теперь закрывается даже из интерактивного режима. Yes. Вот. Закоммитить это безобразие. И на этом наше сегодняшнее занятие закончится, за исключением того, что у нас появляется домашнее задание. Так. git commit минус a минус m я могу задать commit message, не влезая в текстовый редактор, с помощью ключа минус m. Прямо здесь. Я это делаю всегда на автомате, обычно пишу именно так. Зачем лезть в редактор, если ваш commit очень маленький, если вам не нужен многострочный commit с редактированием, размышлением на тему, а как именно сформулировать то, что вы закоммитили. Вам достаточно ключа минус m и что-нибудь такого что-нибудь такого. Так, я тут, по-моему, ошелся, букву g надо еще сказать. Вот. Диастрой. Ну хорошо, еще бонус. Значит, бонус состоит в том, что мы, видите, плохое сообщение. Commit message кривой. Как отредактировать уже имеющийся commit message? Я сейчас скажу рецепт, а что этот рецепт значит, мы разберем в следующий раз. ключик минус amend. Ключик минус amend означает перекоммитить на место имеющегося коммита. Это был плохой, негодный коммит, а сейчас будет хороший. Что при этом происходит? При этом вы, во-первых, можете изменить рабочую копию, и в коммит войдут чуть-чуть другие изменения. Во-вторых, вы можете отредактировать commit message. А тут уж больно похоже на слово destroy. в данном случае я никаких изменений в рабочую копию не внес, то есть мой коммит оказался такой же, а поменял только commit message. вот, значит, как видите, за сегодняшний день, хотя я хотел объяснить больше, мы сделали 4 коммита, как минимум, вот, и написали программочку, которая что-то там такое делает, ну, например, нажимает кнопочку и выходит из себя. Домашнее задание будет это дело воспроизвести, вот, и добавить туда еще две кнопочки с помощью того же самого метода grid, чтобы у вас в вашем домашнем задании должна быть не одна кнопочка, а три. Если вы просто вызовете grid, это домашнее задание уже будет решено. Вас может заинтересовать, как сделать так, чтобы эти кнопочки лежали в правильных местах, но тут уж смотрите сами, а в следующий раз мы уже и про это тоже поговорим. У меня все вопросы? Да? Значит, домашнее задание мы пока что никак не сдаем. Я просил вас зарегистрироваться на GitHub, это было предыдущее аж два домашних задания. Пожалуйста, зарегистрируйтесь. Значит, если есть какие-то вопросы, кстати, группы в контажке, мой канал в телеграммке, если у кого контажка не устраивает, меня есть телеграмм, вот, почтовый адрес на сайте, все к вашим услугам. в конце семестра при выставлении оценки, ну или там чего-то, будет учитываться ваша работа в... ну и история ваших репозиторий будет учитываться. Домашнее задание стоит в том, что вы в своем репозитории создадите проект под названием, ну, например, «Экземпл», да, и туда чего-нибудь такое закоммитите. Желательно, не одним коммитом, а нескольких. вас. Но пока что, пока что, значит, до гитхаба, до аккаунта, до гитхаба речи пока не доходят, мы еще не поговорили о публикации. Значит, ваше задание на домашнем компьютере создать репозиторий, создать вот этот файл с примерами, что-то туда покоммитить. Как минимум, один коммит, помимо initial, у вас должен быть, когда вы превращаете одну кнопку в три. Вот. Но если их будет больше, я буду только рад. Я ответил на вопрос? Публиковать пока не надо, но репозиторий, гит, у вас уже должен быть. В качестве решения домашних знаний. Я это напишу все. Еще вопросы? Если нет, тогда всем спасибо. В следующий раз мы разговариваем про геометрию, и мы разговариваем про работу с исходными текстами в ГИТе. Ну, как обычно. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok